Всем привет, с вами Том и в этом видео я хочу рассказать о некоторых пони новостях за прошедшую неделю. Седьмой сезон. Канадский телеканал 3HouseTV покажет четвертую, пятую и шестую серии седьмого сезона раньше, чем Discovery Family. И если четвертая серия вышла в эту субботу 29 апреля раньше всего на 15 минут, то вот следующую за ней пятую покажут уже на следующий день, таким образом на 6 дней раньше, чем США. Шестая же серия выйдет, как следствие, тоже на неделю быстрее, 6 мая. Но на этом ранние показы должны прекратиться, так как сезон еще в разработке и готовая серия просто закончится. Появилась информация о еще одном эпизоде седьмого сезона. Номер серии обозначен как пятнадцатый, но дата трансляции стоит 3 июня, что приходится на девятую серию. Если вы не хотите спойлерить себе название и содержание эпизода, то тайм-код для промотки есть в описании видео. Honest Apple. Когда Рарити просит Applejack стать судьей на модном показе, фермерша узнает, что ее мнение, каким бы честным оно ни было, может оказаться весьма обидным. Equestria Girls Specials. Стало известно название и третьего спешила Equestria Girls, который выйдет на польском телеканале Teletoon также в мае. Напоминаю, что первый эпизод «Магия танца» в Польше покажут 14 мая, второй «Магия кино» 21 мая и третий «Магия зеркала» 28 мая. О датах выхода серии в США или России никакой информации так и нет. Пуни фирмы от Gameloft. Появился тизер следующего обновления игры. Нам обещают возвращение королевы Кризариса, значит апдейт будет посвящен финальным сериям шестого сезона. To end back again. Посмотрим, что интересного подготовят разработчики на этот раз. Чтобы скрасить игрокам ожидания, компания на своем YouTube-канале запустила розыгрыш камней. Первое призовое место – 1000 камней и 3 места по 120 камушков. Для участия надо подписаться на канал этой игры, поставить лайк на видео с розыгрышем и в комментариях написать на английском имена ваших любимых персонажей из серии To end back again. Кроме того, нужно убедиться, что вы подтвердили свое имя на YouTube в настройках учетной записи, иначе вы не будете считаться участником розыгрыша. Все необходимые ссылки будут в описании видео. Новости игрушек. Опубликовали промо-фотографии наборов по My Little Pony The Movie. Candlelight and Sequestra Castle – замок линейки с королевой Нова и с пайком Рыбкой Фугу. В комплекте более 30 аксессуаров. Endersey Cafe – подводное кафе с Pinkie Pie. Endersey Spa – подводное спа с Rarity. Seashell Lagoon – второй по величине плейсет после замка. В комплекте идет Pinkie Pie, но места хватит и на других пони, которых можно будет приобрести отдельно. Например, Applejack из одиночной серии Sea Pony. Land and Sea Fashion Styles – обычные пони в юбочках. Юбки можно растягивать, и они станут похожими на хвостик морских пони. Baby Sea Pony – фигурки морских жеребят и различных подводных обитателей. Pinkie Pie Swimming Sea Pony – интерактивная игрушка Pinkie Pie, которая может плавать в воде. И Shining Friends – интерактивные игрушки, которые светятся при соприкосновении копытца с ладонью или копытцем другой аналогичной пони. На фотографиях представлена Pinkie Pie. В сети появился интересный список всех игрушек и фигурок, которые по идее выйдут в линейке Guardians of Harmony по тематике My Little Pony The Movie. Половину из них мы уже видели на промо-фото и фото с выставок игрушек, но много и ранее не оглашавшихся сетов. Например, наборы с принцессами Селестией и Луной. Пока, к сожалению, нет точных гарантий, что список реальный, так что будем ожидать подтверждения в виде анонсов или фотографий. В линейке Play Doh выйдет еще один набор с персонажами My Little Pony – Twilight Sparkle and Rarity Fashion Fun. В сет входят две пони, 6 баночек пластилина, 2 больших и 4 маленьких, и различные формочки и рязаки, с помощью которых можно будет делать для поняшек красивые платья и аксессуары. В американской сети Target в продажу поступила симпатичная посуда от фирмы ZAK. Также в Штатах вышел второй выпуск журнала My Little Pony от Topics Media. В отличие от журнала от Edmund, это вполне себе толстенькое издание, и конкретно этот номер выбрал в себя информацию о 200 пони по одной пони на страничке, плюс сборный постер из 16 кусочков. В России появится новая линейка сладостей по лицензии My Little Pony от OOO «Концерн Шоколадница». В линейку входят шоколадные батончики, конфеты и жевательный мармелад с изображением любимых героев. Со сладостями должны идти стикеры и магниты. Новинки в магазинах. В Калининграде в магазине XS-игрушки появилась вторая волна синглов на новых молдах. Их продажи также стартовали в других странах, так что, возможно, скоро эти пони доберутся и до крупных российских сетей. В сети гипермаркетов «Карусель» появилась 19-я волна блайндбэгов, посвященная рерити и прочим модным пони. Обзор фигурок я сниму на предстоящей неделе, так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить видео. И, наконец, я могу показать вам фотографии поддельных Стражей Гармонии. Об их существовании стало известно уже пару месяцев назад, но, как говорится, лучше один раз увидеть. Спасибо участникам группы за присылаемые материалы. Официальные комиксы. Вышло превью 53-го выпуска основной линейки комиксов, завершающего ArcoPro ShadowLock. Превью, как обычно, три страницы. В России, тем временем, с печати вышел четвертый сборник перевода комиксов от фабрики комиксов. Ссылку на томик на сайте издательства можно найти в описании ролика. Пони мероприятия. Стало известно место проведения Киевского конвента Брунукон, который пройдет 8 и 9 июля по адресу улица Глубочицкая, 72, что в 10 минутах от станции метро Контрактовая площадь. Информацию о билетах и прочее можно найти на сайте и в группе мероприятия, ссылки на которые будут в описании видео. Это все пони новости, о которых я хотела рассказать. До встречи на следующей неделе. С вами была Томова. Пока!